Фредрих фон Альвенс Лейбен, последний магистр Алимании и Славии. Минуло более 700 лет с событий, положивших начало гонениям на братьев Ордена Христа и Храма Соломона и приведших в 1312 году к окончательной ликвидации Ордена. Множество литературных произведений, научных статей, монографий и публикаций затрагивают прежде всего события, развернувшиеся в начале XIV века во Французском Королевстве. О происходившем в то же время на территории современной Германии и Северной Польши, Алимании и Славии известно не очень много. Настоящая монография дополняет эти публикации. В ней собран материал о последнем магистре, наставнике Ордена Тамплиеров в Алимании и Славии в Фредрихе фон Альвенс Лейбене. Исторически достоверные факты и многочисленные сказания о легендарной фигуре прецептора Ордена в Германии и Новых Землях и о самом Ордене Бедных Рыцарей Христа и Храма. Историко-критический анализ имеющихся материалов приводит отчасти к пересмотру некоторых дошедших до нас преданий. Все вместе дают общую картину личности Фредриха фон Альвенс Лейбена, Однако многое так и остается невыясненным. Фредрих был третьим сыном рыцаря Гебхарта III фон Альвенс Лейбен и его жены Софи. Будущий прецептор Ордена Тамплиеров родился в 1265 году в замке Альвенс Лейбен, где его дед и отец служили управляющими наместниками. Два старших брата Фредриха Гебхард IV и Альврих I были основателями белой и черной ветви рода Альвенс Лейбенов. Сестра Фредриха Гертруд была агатиссой в женском монастыре святого Якова в Хальберштадте. Первое упоминание о Фредрихе относится к самому началу XIV века. В грамоте от 19 февраля 1301 года он упоминается в качестве рыцаря-тамплиера, а 9 апреля того же года в качестве комтура Ордена Тамплиеров в Зюплингенбурге. В годы, предшествовавшие его назначению на эту должность, фон Альвенс Лейбен служил братству и Господу под флагом Ордена в Святой Земле и на Кипре. В одной из грамот, составленных в Литцине, где находилась одна из главных комендатур Ордена, Фредрих фон Альвенс Лейбен впервые упомянут как мастер Ордена Тамплиеров в Алимании и Славии. Во всех последующих исторических свидетельствах, вплоть до 1309 года, он выступает исключительно в этой руке. О жизни самого Фредриха сохранилось довольно мало исторических документов и свидетельств. Однако, благодаря своему благочестию, фон Альвенс Лейбен стал героем многочисленных легенд, преданий и художественного романа. Известный гуманист той эпохи, Энея Сильвия Бартоломео Пикколумини, зашедший на Святой Престол под именем Папы Пия II, описывал Фредриха фон Альвенс Лейбена в своем историческом труде как выдающегося человека, в котором благородство древнего рода, личное достоинство, сила характера и величие души сочетались в несгибаемой справедливости. Маркус Вагнер и Кирикус Эдинус в труде истоки древнего рыцарского рода Альвенс Лейбенов пишут о графе следующее. Фредрих фон Альвенс Лейбен, величайший из тамплиеров, правивший в Худенцбурге, был благороднейшим и умнейшим из мужей. Его достоинства, справедливость и скромность послужили во славу ордена и укрепили репутацию братьев в наших краях. После распуска братства бедных рыцарь Христа и храма Соломона графу предложили стать гермейстером ордена святого Иоанна. По легенде, магистр уничтоженного братства вернулся в Худенцбург, приняв восьмиконечный крест Иоанидов и должность гермейстера ордена в новой марке. Сам замок перешел во владение рода Альвенс Лейбенов только в 1452 году, то есть спустя 140 лет после смерти графа. Легенды говорят, что бежавший от преследований магистр скрылся в Худенцбурге, выбрав в качестве пристанища одну из башен замка. Некоторые хронисты сомневаются в правдивости этих слов, указывая, что в XIV веке Альвенс Лейбен еще не владели Худенцбургом, и одна из башен замка хоть и зовется башней тамплиеров, но получила это имя лишь потому, что в ее постройке использовались камни из каменоломни, расположенные в соседнем Вихмансдорфе, коменды тамплиеров. Другие считают, что Худенцбург уже в то время был замком тамплиеров. Наличие тамплиерских домов в поместье прослеживаются вплоть до XVIII века. Последние документальные свидетельства о графе относятся к 1308 году. В мае архиепископ Магдебургский приказал арестовать всех тамплиеров в своих владениях, что вызвало протест не только в верхушке братства в Германии, но и среди влиятельных дворян. Фон Альвенслейбен стал одним из лидеров сопротивления. Архиепископ был вынужден уступить, и 9 ноября 1308 года заключил договор, гарантировавший жизнь и неприкосновенность братьям Ордена. Сам Фридрих непосредственно не участвовал в заключении договора, но упоминался как прецептор тамплиеров в Германии и Славии, из чего следует, что в это время он был еще жив и исполнял возложенную на него должность. События того лета более подробно описаны в папском документе от 4 декабря 1310 года. Архиепископ Магдебурский взял под стражу магистра Ордена тамплиеров в Германии Фридриха и братьев Ордена в коммендах Вихмансдорф, Рольштетт и Гердингсдорф. Все движимое и недвижимое имущество тамплиеров было передано в распоряжение к Лиру до дальнейших распоряжений Папы. Данный указ ударил по положению не только братьев Ордена, но и их близких родственников, а также состоятельных местных дворян. Заручившись поддержкой архиепископов Майнца, Кёльна и Трира, поставшие тамплиеры в конце концов лишили архиепископа магдебурского власти и добились его отлучения от церкви. Все эти события указывают на то, что граф фон Альвенслейбен и возглавляемый им Орден обладали не только огромным влиянием, но и ощутимой поддержкой местных феодалов. Датой смерти последнего магистра Ордена тамплиеров в Германии и Славии Фридриха фон Альвенслейбена можно считать 2 февраля 1313 года. Сестра Фридриха Гертруда, аббатиса монастыря святого Иакова в Хальберштадте установила этот день в качестве дня поминовения брата. МИФЫ И ПРИДАНИЯ НОВОЙ МАРКИ Старый Комтур и чудище из Морони Стародавние времена, когда мир еще не познал своих истинных границ и сказания расцветали, как яркие звезды на ночном небе, произошла эта невероятная история, о которой до сих пор слагают удивительные легенды. В ней рассказывается о старом Комтуре, чье имя скрыто пеленой времени и о чудище, обитающем в мраке озерной воды. До сих пор старожилы помнят о таинственной древней зловещей угрозе – подводном звере. Сказания повествуют о нем, как о существе плененном в темных глубинах цепью, связанном магией и силой заклинания, в чьих когтях кроется опасность для города, готовая нарушить равновесие и погрузить мир во тьму. В непогоду, когда ночь окутывает дома Морони мраком, горожане прячутся в своих домах, борясь со страхом. Некоторые считают его стражем мирового порядка, но есть среди них и те, кто верит, что если бы чудище освободило себя, оно смогло бы изменить ход истории, уничтожив все, что сделал человек, и вернуть мир к началу-началу. В эпоху, о которой пойдет наш рассказ, этот монстр стал союзником вендов-язычников, в их сопротивлении рыцарям-тамплиерам. Великая битва света и тьмы развернулась, и в ней каждый вздох мог стать последним. Во главе рыцарского войска стоял магистр Германии и славии Фридрих фон Альванслейбен, стойко несший бремя командования и крепко державший в руках меч. Силы были неравны, и мрак затягивал свои путы, но тут на помощь вызвался старый опытный комтур. Его мудрые глаза сверкали знанием древних тайн, а рука держала волшебное кольцо на золотой цепи. Мощь этой старинной реликвии давала надежду на победу, и старик смело встретил водяного монстра. Силы волшебной цепи пронзило воздух, когда он с заклинанием перекинул ее между клешнями, и чудовище, подавленное храбростью и мудростью, медленно исчезло в темных глубинах озера. Бесстрашный комтур смог покорить зло. Победа наступила, и мрак был разбит. Воины вернулись к берегу, где на песке лежало тело старика. Его рука все еще крепко сжимала золотую цепь. В знак уважения тамплиеры воздвигли небольшую церковь, где люди могли отдать даме мужеству старого рыцаря, который одолел зло и вернул свет в наш мир. С этой часовни началась история города, символ его силы и надежды, всегда живущей в сердцах его обитателей. Языческая дева, папский легат и проклятое озеро Однажды, давным-давно, когда на земле еще сливались магия и вера, произошла эта история. Тамплиеры под покровительством Всевышнего и под руководством храброго, справедливого и милосердного магистра Фридриха фон Альвен Слейбана разгромили языческое войско в битве у озера Морин. Казалось, что венда навсегда повержены, и новые плодородные земли снова в руках христианских рыцарей. Однако славяне, объединившись с соседними племенами, собрали в долине Галлина новую огромную армию и готовились к решающей битве. На восточном краю пустоши, у озера Танков, местные жители испокон веков отмечали праздник летнего солнцестояния, почитая свои богов. Именно здесь суждено было решиться, будут ли их старые боги в будущем царствовать на землях к востоку от Одера или же уступить свое место новому христианскому богу. Язычники были уверены в легкой победе, так как армия христиан была малочисленна и изнурена летней жарой и долгим переходом через непроходимые леса. И все же военная удача вновь улыбнулась тамплиером, и враги были полностью разгромлены. Женщины и дети в лагере Вендов ожидали другого исхода битвы, но внезапно оказались окруженными небольшим отрядом христианской армии. Старейшины племени решили сдаться на милость победителей и послали к Фридриху двенадцать юных дев с просьбой о пощаде и свободе. Фон Альвенслейбен, известный своей справедливостью и защитой слабых и обездоленных, посоветовавшись с верными соратниками-тамплиерами, решил оказать христианскую милость, пощадив женщин, детей и стариков. Но против милосердного решения выступил папский легат, сопровождавший отряд тамплиеров по велению римского престола. Лестью, коварством и угрожая анафемой, заставил воинов изменить свое решение. Так был отдан жестокий приказ разрушить лагерь, огнем и мечом истребить все живое, а захваченные сокровища пожертвовать Ватикану. На встречу воинам, отправившись выполнять приказ, снова вышли прекрасные девушки во главе с седовласым жрецом. Их лица сначала сияли радостью, ведь они надеялись принести счастливые вести в свой стан. Но, поняв истинные намерения христиан, все оцепенели от ужаса. Старик взмолился своим богам, и, к удивлению, тьма накрыла всю пустошь. Озеро вспенилось и бесследно поглотило девственниц, жреца и весь лагерь славян. Над озером возникла изящная женская фигура, дочь жреца и одна из двенадцати дев. Кружась над водами в нескончаемом танце, она то смеялась, то проклинала застывших в изумлении воинов. Рыцари послали за римским легатом, и, увидев его приближение, призрак девушки поднялся над волнами и обратился к священнику со словами «Уйти прикажешь мне? Так что ж, уйду к себе, в свой стан. Теперь ты мой, а я вернусь по душе христиан». Прознеся это, дева исчезла. Радость победы была обращена, и отряд тамплиеров отправился в свой лагерь. На следующее утро легат решил вернуться к озеру. Подойдя ближе, он услышал из недр его женский голос, который манил его к себе с непреодолимой силой. Покорно войдя в воду, он исчез. А спустя некоторое время рыбаки из деревушки на противоположном берегу выловили бездыханное тело. С тех самых пор проклятие нависло над озером. Впоследствии поселенцы основали в этих местах город танков. Однако в то время, как другие города в Новой Марке стали многолюдными и процветающими общинами, этому месту досталась печальная доля. Местные жители не смогли достичь ни богатства, ни процветания, ни мира, ни благополучия. Со временем город пришел в упадок, превратившись в пустошь. Говорят, что до сих пор в озере с завидным постоянством тонут сильные, здоровые молодые мужчины. Проклятие дочери языческого жреца стало наказанием за то, что около тысячи лет назад христианские завоеватели по приказу римского священника решили истребить стариков, детей и женщин, завоеванные ими языческой земле. Рябиновый край По легенде, на том месте, где Голгоф услышала молитвы и стоны распятого Христа, возвышалось чудесное рябиновое дерево, пережившее его смерть и воскрешение, гонение на первых христиан, разрушение Иерусалимского храма и все несчастья и тяжкие испытания, обрушившиеся на святую землю. Тайна этого дерева была известна лишь тамплиерам. Это случилось, когда первый воин-монах Петр Пустынник после долгой беседы с патриархом Иерусалима поднялся на Голгофу и пребывал в молитве. И перед ним явился ангел, сорвал плод рябины и поднес его смиренному пилигриму, раскрывая его истинное предназначение. Петр доставил плод на Калермонский собор, и папа Урбан II благословил проповедника и окропил плащ стоявшего перед ним первого рыцаря пятью каплями рябиновой крови. Алые капли на белоснежной мантии превратились в крест первого тамплиера. После падения Иерусалимского королевства под натиском мусульман последний отряд тамплиеров спас ветку рябины из пылающего города и унес ее с собой в странствия. Среди этих воинов был и молодой граф Фридрих фон Альвенслейбен. Чудесная ветвь сопровождала Фридриха в его боях и походах на протяжении всей жизни. Когда он, уже состарившись и при исполненной мудрости, решил основать крепость Сонненбург, он посадил неувидающую ветку рябины в землю у стен замка. С тех пор у рыцарей-тамплиеров из этого края стала доброй традицией собираться у рябины в кругу друзей и соратников. Земля с благодарностью приняла дар почтенного магистра. Западный ветер разнес рябиновый аромат и пыльцу из дерева по всей округе. И местные жители и поныне называют это место рябиновым краем. Темплиеры, рыцари-изгнанники Некогда могущественный орден, защищавший паломников в Святой Земле, верой и правдой служившей Церкви впал в немилость Святого Престола. Братство было распущено, члены ордена объявлены вне закона. Многие казнены, остальные изгнаны или подвержены преследованиям и пыткам. Многие из тех, кому пришлось спасаться бегством, нашли пристанище в диких землях Старой Марки. Здесь, в самых труднодоступных местах, среди лесов и болот, строили они небольшие замки, живя в тиши и уединении. Говорят, что все владения рыцарей-изгнанников были соединены между собой тайными проходами, а братья поддерживали друг друга и соблюдали кодекс ордена тамплиеров, пока последний из них не покинул этот мир. В Старой Марке и в наши дни можно найти разваленных старых замков в Дрюмлинге, Кальверде и Вландерхайде. С давних пор жители Новой Марки верят, что в ночь на Ивану Купалу это ночь, когда встречаются тамплиеры, когда сумерки накрывают земли на Одере и луна освещает одинокие холмы Целлина, там, где цветет царский скипетр, восстает один из тамплиеров. Укутанные в белые плащи они собираются вместе у подножья холмов и преданно ждут своего магистра. Ровно в полночь в замке Зонненбург Фридрих фон Альванслейбен восстает из вечного сна и выходит навстречу к рыцарям, обнажая мечи и сверкая алыми крестами на белых мантиях, отряд отправляется по небу в святую землю, исчезая в утренней дымке на рассвете дня Иоанна Претечи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова